Нет идеала какого-то. Одному нравится такое, другому другую. Я делаю, как я считаю нужным. Депрессивное состояние. Пессимистичный взгляд на вещи. Так давайте разберем, насколько это верно на примере известного всеми любимого артиста-шамана. Если загуглить его имя и открыть картинки, то станет видно, что на большинстве фотосессий, концертов и просто в жизни он одет в черную одежду. Что же психологи говорят про тягу к таким цветам? Предпочтение к черному цвету говорит о неуверенности в своих силах, склонности к депрессивному состоянию. Люди, которые носят темную одежду, часто чувствуют себя несчастными, считая, что они лишние, чужие, а весь праздник в жизни просто проходит мимо них. И снова вспоминаем, что шаман почти всегда в черном. Шаман вполне может оказаться очень эмоциональным и таким образом пытается перевести внимание себя самого со своей внешности на свою личность, на творчество. Как говорится, душа. Вот что пытается он сказать нам. Другие же видят в черном цвете символ бунта, загадочности, некой силой, что исходит от него. Но это если верить психологам, которым доверять стоит не всегда, ну или далеко не всем. Особенно тем, кто судит человека по цвету одежды, в которую он одевается. Лучше обратимся к другому образу шамана. В одном из клипов он предстает в чистом поле в белой рубахе, на манер тех, что носили еще в Древней Руси. Светлые волосы, светлая кожа, белая рубаха и такое же чистое, бескрайнее поле за ним. Это ли не олицетворение самого шамана? Чистой душой и телом. Прекрасный юноша, что собой, если не сдерживаться в выражениях, олицетворяет саму Святую Русь. Сколько она натерпелась, какой долгий и тернистый путь прошла. Чтобы стать такой прекрасной, какой мы видим ее сейчас. Такой же чистой, непоколебимой, уверенной, стойкой и готовой ответить на любой выпад в свою сторону. Так не описание ли это самого шамана? Чистый, светлый и, возможно, свой настоящий образ он показывает именно в этом клипе. Шаман прошел долгий и тернистый путь, чтобы стать тем, кем он сейчас стал. Но слава не пришла к нему в одночасье. Он долго и упорно добивался ее, не сгибаясь под чужим давлением и неудачами на своем пути. Шаман на своем примере показывает, каким может быть человек, какой была и есть Россия. Не согнуть, не сломать, не задавить. Любая беда по плечу и преодолима. Так что если кто-то вдруг начнет говорить про шамана, что это мрачный человек, приводя в пример его стиль одежды, то покажите человеку этот прекрасный клип, и он сам все поймет. Мальчики и девочки, бабушки и дедушки. А какой вам понравился или запомнился больше всего образ шамана в белом или черном цвете? Пишем в комментариях, не забыв подписаться на самый честный и правдивый канал «Сплетни и слухи». Всем пока!